В Тверской области только с начала летних каникул временно трудоустроились более трех тысяч подростков. Но на сегодня работодатели готовы предложить школьникам и студентам в возрасте от 14 до 18 лет еще почти 4000 вакансий. Где можно подработать летом юным жителям Верхней Волжи, на какую зарплату они могут рассчитывать и как устроиться, расскажет наш корреспондент. 17-летняя жительница двери Марина Ромась после окончания школы решила не тратить летние каникулы на развлечения, а уже начать строить свое будущее. Девушка мечтает о своем кабинете красоты. В свое дело нужно вложиться, рассуждает выпускница, потому и ищет работу, чтобы накопить на стартап. Я собираюсь идти учиться на маникюр и собираюсь заниматься этим. Вообще, люблю сферу красоты, собираюсь быть косметологом-статистом и на первую зарплату, конечно же, буду еще покупать какое-то оборудование. Подобрать работу ребятам помогают специалисты Центра занятости. Для начала желающим нужно зарегистрироваться на портале Работа России и подать электронное заявление. Кроме того, необходимо получить разрешение родителей. Как его правильно оформить, подскажут также специалисты Центра. Затем подбор вакансий, собеседование, заключение срочного договора. Заключаются договоры с учетом сокращенной рабочей недели. 14-летние ребята работают не более 4 часов в день, 15-летние не более 5, а 16-17-летние не более 7 часов в день. И вот за установленные нормы рабочего времени ребята получают не менее минимального размера оплаты труда. С начала летних каникул в регионе трудоустроились уже 3350 ребят. Работодателями сейчас открыто около 4000 вакансий. Больше всего нужны руки в сельскохозяйственной отрасли, пищевой промышленности, ЖКХ и системе здравоохранения. Так областная клиническая больница открыла 80 рабочих мест, рассказывает главный врач. Мы для них выбрали специальности такие, которые не требуют квалифицированного образования. В основном это либо какие-то диспетчерские работы, оформление документов каких-то под контролем наших операторов, таких квалифицированных. Какие-то работы по благоустройству. В основном, конечно, сборка мусора. Больше всего среди соискателей девочек. Они стремятся занять так называемые офисные вакансии. Это делопроизводители, помощники, секретарей. Для мальчиков больше мест, требующих физической силы. Например, дворники и упаковщики. Зарплата не ниже мрот. Это примерно 16 тысяч рублей. А еще есть и специальные выплаты. Работодатели, которые заключают договор со службой занятости о совместной деятельности, данный вид договора позволяет нам софинансировать это мероприятие. И помимо той заработной платы, которую ребенок получает у работодателей, мы оказываем еще ребятам материальную поддержку за счет полторы тысячи рублей за полный календарно проработанный месяц. К слову, до 20 тысяч рублей доходила зарплата в той же областной больнице. Там практика временного трудоустройства подростков существует давно, рассказывает главный врач. По мнению Сергея Козлова, занятость подрастающего поколения – польза и детям, и их родителям, и работодателям. В клинику приходят в основном учащиеся близлежащих школ и дети сотрудников. Стараются своих детей пристроить, чтобы они были на глазах, были заняты каким-то полезным для общества трудом. Мои дети тоже здесь работали. Самое главное же какое – приучать детей к труду, чтобы они понимали, что они тоже станут скоро взрослыми, и от них тоже будет зависеть благополучие нашей страны, нашего города. Организация летней трудовой занятости подростков – одно из важных направлений работы в регионе, подчеркнул губернатор Игорь Рудене в интервью нашим коллегам в прямом эфире телеканала «Россия-24». Правительство приняло решение Тверской области, мы компенсируем работодателям, которые берут наших детей на работу, мы компенсируем затраты на заработную плату. Поэтому мы выплачиваем порядка 12 тысяч, это минимум, который был, сейчас это уже дошло до 20 тысяч рублей, включая заработную плату и компенсацию социальных выплат. Кроме того, у нас предусмотрено дополнительные средства, которые мы даем работодателям на оплату наставничества, и мы еще даем небольшие денежки, там несколько сотен рублей на горячее питание, на оплату горячего питания. Также глава региона сообщил, что планируется увеличить количество рабочих мест для подростков. Так, если в прошлом году в каникулы работали 7,5 тысяч ребят, то в этом планируется трудоустроить более 12 тысяч граждан в возрасте от 14 до 18 лет.